Дома разваливаются, подвалы затоплены, контейнерные баки отсутствуют, коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Не подвал, а бассейн. Жители Барнаульской многоэтажки жалуются на затопленный подвал, из-за которого разрушается дом. Ну вот уже по плитке хожу, в сапогах, то болотно ходил, теперь в сапогах хожу, в плитке все. Был, да сплыл. Жители переулка Сейфулинский украли мусорный бак. На его месте выросла несанкционированная свалка. Выходим каждый день с такой надеждой, смотря сюда, вот я допустим смотрю, может появился этот контейнер, который должен стоять. Но надежда как-то умирает последней. Стартовала долгожданная мировая премьера фильма «Аватар». В России пока кино на паузе, но россияне его очень ждут. Уж слишком красиво, и там сцены под водой. Ну а пока мы все ждем, жители Барнаульской многоэтажки могут снимать свой «Аватар». Декорации в их подвале вполне подходящие. Здесь, наверное, полметра точно было воды. Потом она откачивали маленько. Ум остался. Вот она отсюда была. В последний раз мы выходили, вот до сюда она была. Вот вода. Сейчас вот качают каждый день. Каждый день здесь качают воду. Конечно, уже уходит, но там еще стоит вода. Здесь уже поменьше стало видно. Помпа для откачивания воды работает едва ли не в круглосуточном режиме. Специалист УК практически живет в подвале. Вода уходит, но медленно. В подвале настолько парит, что даже камера встала. Эта вот помпа, она вообще спасает, помогает? Ну вот уже по плитке хожу в сапогах, то болотно ходил. Теперь в сапогах хожу уже по плитке, все. Сколько еще времени нужно, чтобы просушить? Просушить? Ну, четку надо убирать здесь, сколько-нибудь. День. Убрать, что все грязь. Грязь убрать. Уже сюда в подвал-то сейчас не бежит ничего. Кто там с колодки, было потопление от водоканала. Люди просто такие бессовестные кидают туда и бутылки, и банки, и все подряд пораживают. И забивается постоянно колодец. Встает и подпорка, да, на колодец и подпорник. То есть канализация девается некуда, она начинает бежать сюда. От воды в подвале фундамент. Дома трещит по швам. Зданию нет и 15 лет. Оно уже разрушается. Получается, дом, он, ну, рушится. Рушится. Ну, вот ее даже видно от сырости. Здесь все отпало. Это мы уже сами заделали все, потому что все отпало. Вот с этой стороны, вот посмотрите, здесь лучше видно. То есть прямо отходит все? Отходит. Это вот видно, что это от сырости. Вот она пошла вверх-вверх. Управляющая компания, вот за 8 лет ни разу ни мастера мы не видели, ни кто-то, что пришел, посмотрел и спросил, какие нужды там. Нет такого. А вот эта постоянная сырость, она как-то на здоровье вашем отражается? Это же не есть? Ну, уже сейчас не определишь, как говорят. Это возрастное. Можно сказать. И все на возрастное списывают. Дискомфорт, конечно. Ну, ясное дело. По словам жителей, вода в подвале история многолетняя. Длится 8 лет. Но только последние несколько недель после огласки в СМИ ее частично начали решать. До этого в ответ на просьбу была тишина. Мы начали жаловаться в управляющую компанию на запах. Нам пришел сантехник, поднялся прям лично мне в квартиру и сказал, что все там в порядке, все там сухо. Мы поверили, конечно. А оказывается, там уже стояла вода, уже давно вода стоит. Но нам про это никто не сказал. И они сами ее не устранили, не откачали. Жильцы дома просили директора УК приехать на встречу с журналистами, дабы ответить на вопрос, почему так долго тянули с откачиванием. Но руководитель не ответил даже на звонок. А между тем устранять протечки, полномочия обслуживающей компании, поясняют коммунальные эксперты. Нужно с ресурсоснабжающими организациями выяснить, все-таки их ли это хозяйство, предпринять меры для того, чтобы такие порывы не происходили. И это косвенно говорит нам о том, что, скорее всего, гидроизоляция стен фундамента, она произведена недолжим образом, либо отсутствует вовсе. Но в этой ситуации нам постановление также предписывает управляющая компания предпринять ряд мер по устранению и улучшению гидроизоляции, устранению возможных причин протечек. Если это происходит в результате каких-то засоров или еще чего-то на внутридомовом оборудовании, то это уже тем более исключительно компетенция управляющей компании. Кстати, после нашего визита доступ в подвал для жильцов закрыли. УК повесила замок. И теперь люди не знают, что творится за закрытыми дверями. Жильцам остается только надеяться, что воду откачают и дом не рухнет. В Новый год под бой курантов мы все загадываем желание. И оно, естественно, не связано с мусором. В отличие от жителей Сифуринского переулка, в Новый год они однозначно загадают одно мусорный контейнер, который у них украли. Сколько метров вам приходится преодолевать до мусорного контейнера практически ежедневно? Ой, я даже вам и по метражу-то и сказать ничего не могу. Ну, это далеко. Летом еще как-то тепло. А зимой-то это вообще холодно. И вот по такой дороге ходить, это вообще как бы это... Сейчас еще подойдем, там мужчина сейчас как бы еще у нас нет материн. Почти втихаря и под страхом бранных слов пользуются чужим мусорным контейнером жители с переулка Сифуринский, 36. Своих баков с апреля месяца у жильцов нет. Их украли неизвестные. Но ограбление века полбеды. На месте преступления уже больше полугода красуется стихийная свалка. Мы, кстати, уже рассказывали о ней в рамках новостей. Это вот сегодня снежок, припорошил и прямо она даже прилично выглядит. А в принципе это очень большая свалка была. Спустя месяц после нашего репортажа мусора поубавилось. Жители частного сектора перестали по привычке бросать отходы на землю. Но на прошлой неделе пакетики с мусором начали появляться вновь. Маленько постояло, как бы это чисто. Они на другой день все убрали, вывезли, подмели, все сделали. Маленько постояло и потом опять началось. Они идут, говорят, на остановку идут, идут на автобус, на трамвай. И все, они здесь бросили и пошли. Пытались, увидишь кого-то, начинаешь говорить. Они просто культурно посылают далеко и надолго. И поэтому получается, что вот оно все опять. Весь срач, это вот сейчас, а что будет, когда все подтает. К совести соседей, которые бросают мусор под окна жильцов, не воззвать. Остается требовать мусорный бак с управляющей компанией. Выходим каждый день с такой надеждой. Смотря сюда, вот я, допустим, смотрю, может появился этот контейнер, который должен стоять. Но надежда, говорит, умирает последней. Здесь, я не знаю, уже глаз народа или что, или прокуратура уже осталась, которая должна заняться этим делом. У нас, видите, как управляющая компания пересылает к региональному оператору. Региональный оператор на то, что управляющая. Но согласно нашему российскому, конечно, законодательству, вот за это отвечает наша управляющая компания. Управляющая организация ранее поясняла, что у нее нет возможности установить контейнер. Слишком затратно. Мы попробовали в очередной раз связаться с УК Трест. Но трубку они не взяли. А весной, представляете, летом вот эти окна, их не открыть. Там ванизм идет, мама дорогая. Вы верите, что здесь когда-нибудь появится контейнер? Знаете, вот я оптимист по жизни, оптимист по жизни. Ну, надеюсь, что это случится. Но случится, видно, тогда, когда уже какие-то определенные инстанции, вышестоящие, примут соответствующие меры. Люди готовы обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор. А пока ждут помощи, они вынуждены любоваться бытовыми пейзажами у дома и искать варианты, куда выбрасывать свой мусор. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова